всем привет начинаем день с очередной нашей беготни и сегодня я думаю надеюсь что мы наконец-то доберемся до природы пожарим шашлычки все дела все как полагается вот вечером можно но если погода будет располагать пока вышло солнышко все хорошо если можно понаблюдать вон уже на деревьях как бы желтеют листья падают вот она все внизу но не знаю вот потому что уже по утру свежо и по ночам уже 13 градусов и я не теряю надежды сходить еще за гребами хотите те же все эти надежды яблочко сорвать мы с наташей не проходим никогда мимо этого дерева яблоки да мы будем все яблочки тебе еще очки мои подержишь может а там папа по черепу и что оботрешь и все это же даже попробую на яблоке красненького то что у него бачок красненький не знаю что она я не устаю поражаться как человек любит зеленые яблоки с ручки недоспевшие когда-нибудь диарея настигнет до этого не настигал от украинасти и случайно не коберутся нормально самое главное Сейчас она покалевается. Тише. Довольный. Мужик костеопатный. Ого. Она уже что-то там такое делает. Там что-то и есть. Красота плечи. Домой себе такую копилку поставить. Кинул денежку по массажиру. Кинул денежку по массажиру, а потом открыл. Там у тебя кучу денег. Хороший продуктивный массажер. Мы приехали в Норд. Нам нужно зайти в домовой и решить вопрос уже с освещением. Потому что у нас везде пробыли. По ремонту, я думаю, мы говорили, что у нас перегоревшие пароводки где-то в потолке. Поэтому приходится от розетки использовать освещение. Сейчас будем решать вопрос, что все-таки мы сделаем. Повесим обратно в рай или уже центральное освещение сделаем. Какая-то ярко вообще. Вот заходишь, разбегается глаза. Что же брать? Он такой, кстати, не хочешь? Да, нам на полупотолка. Ну, вообще, ищем, на самом деле, такую штуку. На самом деле, она очень банальная и простая. Это типа паутины. Ну, провод, на котором много лампочек висит и растягивается на комнате. Ну, на такой штуке просто нету нигде. Это дизайнерская тема, которая продается как бы за огромные бабки. Провод, несколько лампочек. Как в парках висит. Да, как в парках висит. Гряд ли в парке делают дизайнеры. Просто провод, патрон, лампочка. Все, лучше сам сделаю тогда. Если мы все-таки ничего не найдем. Вот такие от Настя. Ну, грубо лучше. На хренобра еще одна. Тогда уже проставим те бра, которые были. Если смотреть, то уже центральное освещение. Сейчас. Эти штуки только недорого ставят. Стеклянные. Бампище. Светодиоидные такие штуки. У тебя же просто патроны это смотреть. Это не для таких лампочек, а для других. Вот. А, говорила, маленький. Вот такой вот маленький патрончик, чтобы там... Гирлянды хочешь повесить? Маленький? Маленький. Они вешают. Сколько нам на одну штучку надо? 5-6 штучек. В общем-то, она думала, что мы сами делали. Именно от белых патронов, да? Да. Хорошо. В общем, положили мы себе в корзину все, что нужно для самопальной гирлянды. Покажи. Такая гирлянда. Покажи. Ну, что-то, да. Патроны все-таки Е14. Лампочки решили подпасеку, честно, не долговечные. Ну, дешевые. Ну, попробую, если что, потом уже крутит другую красивую ладу. Ну, и провод 10 метров с изоленкой. В общем, ничего такого нет. В общем, мы попробуем сделать такую гирлянду. Ну, это типа в стиле лофт. Если у нас получится, мы снимем видео для вас. Может кому-то пригодится. А вот он вам наш лайфхак. Как трудовые сумки нужно собрать 3 отдельные в прозрачных сумочках. На молнии и так далее. И можно просто сменить подушки и покрывалы. И приобрести себе подушку самую цену фактически. Потому что набор стоит сколько-то? 750 рублей? Из трех штук. В общем, мы совмещаем приятное с полезным. Нам нужны сумки, нам нужны покрывалы. Ну, и, собственно, по сумме двух подушек уже в этих мешках. Какой-то такой же набор просто сумок. Ну, мы ждем. Теща должна приехать в пятых числах. У нас на шестое число, в принципе, поставлено уже дата родов, да? Было на девято, поставлено шестое. И вот Натали хочет сходить в океанариум, погулять по городу, везде побывать, грибы пособирать. Вот как раз вот, чтобы где-нибудь, да, уже? Ну, потому что, блин, мама приезжает, я ей хочу показать, что... Я понимаю. Ну, в принципе, как-то можно будет это все показать. В крайнем случае, я могу повозить. Понимаешь, ты хочешь посмотреть? Какие-то там эмоции, переживания и так далее. Но это уже притык будет, ты понимаешь? Понимаешь. И чтобы оттуда сразу можно уехать и ускорить процесс. Что такое? Что такое? Маленькое такое, на колесиках. Как это? Знаешь, ящик так типа? Как она называется? Не знаю. А ты знаешь, что мы вставим видео только то, что я тебе разрешу? Да? Ну, заботимся. Ну, что ты можешь снимать все что угодно. Да, погода, как мне кажется, портится. А еще есть такой особенный принцип, когда я, ну, выходит солнце, одеваю очки, солнце пропадает. Я снимаю очки, солнце выходит, короче. Ну, ты снял очки, солнца нет. Это закон подлости. Да, 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 да. Выходит, выходит, вон оно. А еще Наташа говорит, почему мне болит живот? Я говорю, потому что уже не по грибы. Да я все равно скажу по грибам. А что, а скажи, а скажи, что нельзя врезать? Ну, в принципе, можно. Ну, только там клещи. Маленький ребенок. Ребенку как минимум две недели не выходить, он родится в сентябре, а в сентябре ты уже по грибы не пойдешь. Ну, почему? Ну, только за опятами. Да, чисто за опятами. Да, мне ссором. Зачем идти? Я все равно их не разбираюсь. А тебе можно вообще есть грибы? Нет, временами нельзя. Не, а когда уже кормить грудью? Тем более нельзя, наверное. Чуть-чуть можно. Ну, идти нельзя. Ну, идти нельзя же запрещает. Ну, и что? Запреты, чтобы их нарушать. Мне кажется, вот как всегда Наталья меня затащила в магазин с одеждой и смотрит почему-то все мне. Мы идем типа ей выбирать платье, а в итоге покупаем мне кроссовки. Наташа одни. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Не хочу. Не буду. Пойдем. Здесь только ребенку. Куда он такое живет? Похожий. Look. Будет у нас с family look. Мы будем одеваться. Да. Да. До мерки одинаково. Да? Чисто одинаково. Рубашечки, брюки, туфлики. Пошли такие. Угу. Музики. Ну. Что здесь пуговка? Ну, наверное, как-то его укутывать, чтобы он не раскрывался для этого пуговка. Короче, когда мужики помогают выбирать по азиатам. Что-то животным, да? Киричкова. Там тоже один еще. Такой же. Наташа, говорю, идем зайдем в это платье. Ты посмотришь? Нет. Давай я это посмотрим. Нет. Я говорю, ты вообще платье хочешь? Она говорит, ты хочешь, что это будет? Пусть мы будем, короче, шашлык уничтожать. Вот. Я в итоге говорю, тебе платье вообще не нужно? Ты сейчас думаешь, что в шашлыке? Да. Хочешь шашлычка зай? Да. Да? Платье должны быть. У нас сейчас будет сбор все, что нужно для шашлыка. Покажу вам уже, как это обычно бывает. Какой баул мы собираем на недельную вылазку в лес. Нас преследует до числа 13. Даша, блин, вдруг набил 13. И вдруг набил нашу цифру 13 себе на шее татуировку вчера сделал. А мы взяли себе линь. Что там? Головы. Чего мы? Форели взяли? Ну да. Для супчика. Да, для утки. Чисто. Вот олень. Попробуем пожарить. Говорят, она без косточек. И вообще у нее кожица смывается водой. Всегда. Поправляй меня, поправляй. Давай. Давай. Просто эта рыба там просто, она говорит, смыть вот эту слизь. И у нее как у форели. Очень маленькая шелуха. То есть она горит на мангале. Не обязательно. Ну ее еще чистить. Короче, да? Не нужно. Вот. Ну попробуем. Вообще я даже никогда не видел такую рыбку. Ну она недорогая. Не знаю. Я ее никогда не пробовал. Она, кстати, говорит, что она в дикой природе. То есть ее привозят в дикую. Теперь мы в Наташину пошли. Атмосферу. За мясом. Вот она Наташина. Атмосфера. Не рыба. Да? Да. Свинь. Так что? Берем вот этот кусочек или нет? Да. Подготовка идет полным ходом. И самое главное, что мы, скорее всего, вообще будем вдвоем. Ну, потом домой еще принесем покушать маме. И все. Да? Это уже, это только начало. Я буду сейчас перемалывать. Перемалывать. И теперь это все вкуснятину нужно хорошенечко взять. А по поводу рецепта нашего маринада нужно будет обращаться к Наталье. Пишите в комментариях. Наталья на своем канале может выставить. Вот. Как все это делалось. А еще очень вкусный соус. Шашлыку с дозеликом. Такой вот красный. Обалдеть. Тоже у нас есть секретный ингредиент. Это томатный соус. Он, кстати, вообще и с лавашом очень вкусный. Да, можно просто с лавашом. Да. Можно просто с лавашом. И с рыбой, да? И с мясом. Ну, с рыбой не очень. Почему? Вообще, такая сесть совсем что угодно, но с рыбой нет. Я вам обещал показать все эти баулы. Вот оно как-то. Все, оно есть. Обычно на двоих такую сумку забираем. Вот. А если у вас пять человек? Я даже не знаю, сколько нас собираетесь. На нас двоих только столько. Что располагаемся, я... Ну, из-за того, что ветер, я задумал такую штуку, чтобы от него ограничиться. Когда одна тоже случится. Пленка! Зато сейчас через два года Кириллу будет 18 лет. Уже и не паришься. Ну ладно. В декабре 16 будет. Тем более, если он говорит, сейчас хочу в это как-то. Он когда собирается, все дела делают. Лайфхак, как Славик. Если он сейчас хочет... Посмотрите, пожалуйста, на этот цирк. А на сколько его не хватит, наверное? Ну, это типа Слава делает, чтобы нас не сдуло ветром. Пищевой пленкой. Слава, давай не будем это... Мучать. Знаешь, как говорят? Мучать дырку. А здесь реально на четыре полоски хватит. Огорчение. Все, Слава, давай мы не будем испытывать судьбу. Лайфхак? Провален. Это надо было брать вот такую пленку, знаешь, которую стелить на пол, если ты ремонт делаешь. Вот, начало положено. Мы тут располагаемся потихоньку. Ку-ку! А кто это? Тем, кое-что покажу. Короче, мы в поисках хорошего места. Идеально. Потому что, наверное, даже просто хорошенько дает. Да? Ну да, прям. Да. О, ко мне. Нарния. Нарния. А, я думала он нормальный пенек, а он... Ой, слушай. Ну, вроде ничего, так тут и ветра не будет. Да? Сюда бы еще одно бревно, чтоб там сесть. Конечно, грязное. Ну, покрывало. Ну, мы покрывало сверху постелем все равно, да? Ну, или можно его перенести в таком же формате? Да ну! Так, бой нельзя! Да ну, наверное, не надо. Чего? Можно то прям на солнышко это перенести? Что перенести? И бревна, и все вот это? Два бревна и эту штуку. Даже одно бревна принести с этой штукой. В общем, там такое достаточно грязное место, поэтому мы несем стол туда. Здесь и гора не идет в Магомедов. Ой, еще и Магомед не идет в горе. Гора идет в Магомедов. Да? Ну да. Ой, боже. Похож на Магомеда? Похож. Да? Похож. Там вон он, приуха. Смотрится, Магомед. Смотрится, Магомед. Смотрится, Магомед. Смотрится. Ну, в общем, вот. И место для пикника готово. Все, не прокатило. Прокатило, да? Да. Красота. Сюда соус можно. Смотри. Это соус? Это солька. Ну, ставь ее тоже сюда. Солька? Да. Ну, все еще сгорело. Да? Ну, все еще сгорело. Ну, все еще сгорело. Так, Слава, ну... И жми. Все разные. Ой, да. Слава, что у нас любитель попробовать экзотику. Это супер вкусный соус. Очень вкусный. По маминому рецепту. Мама, привет. Пользуйтесь случаем. Хочу передать привет маме. Да. У вас, короче, теперь это... Шашлиндос, шашлиндос. Я бы готов быть во сне, если можно. Но скоро будете спать как-то. Да. А что-то про... Ну, как-то вы тоже достаточно публично живете? Анекдот есть про... Это не мы. А Лариса? Слава, получается лучше. Слышишь так, просто жмяк туда и все. Ну, ладно. А то руку зря испачкал. Так. Какой выбрать? Этот, этот или этот? Чики-брики, пальчик выкинь. Чики-брики, пальчик выкинь. Начнем с вишневого. Шашлиндос, шашлиндос. Да. Да, откроем. Вот. Ты тоже хочешь квас? Да. Ты хочешь квас, что ли? Ты что? Мне же собака, тебе нельзя. Тенинос, шашлиндос, шашлиндос. Это шашлиндос, 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 шашлиндос. Ты яת сегодня с nossoplants? С малили яжил тушуна NBAI Д timed долар AX. Она переим facile с коск rejoice на окна, да? Это шашлиндос, шашлиндос. Она шашлиндос. Шашлиндос, шашлиндос, шашлиндос мы летим на счаст ParkerAAX. К Şimdi я павоту парoons и цветами. чудо соус кетчуп кетчуп кто такой грозный большую собаку испугал большую собаку молодец и с вами телепередача шашлык-машлык и с вами ведущий слава космос вартанов шашлычник мангалов слава космос мангалов я думаю все и уже все хоть такая уже дальше румяне даже поборожай варисто прошай варисто еще спрашивать блюдовал не давал да дегустатора ну чё рыбка так со привкусом каким-то возраст и чё такого как тина мне кажется или вы лень похоже кого летучую мышь зажарили где опа она сейчас уедет рассыпется с вами кассифаром будет это крылатая штука чё я достаю при съемке этого видеоклипа ни одно дерево не пострадало вот так вот ребята решил глотнуть напитка а там уже две осы я не вот и ползают будьте осторожны на самом деле можно до больнички не спит доехать если она поперёк горло укусит а ну где она там суки такие вот одна вот вторая они уже все наверное готовы хотя вот эта вроде живая еще целые две штуки сглотнул вот так не встречаем а ну пойди сюда ко мне быстро быстро сюда пацан да а вас тоже мальчили? бойцовский клуб кто доминант або борьба что это за меня прятаться сразу же? ты бояка? все? отжали твою территорию? ты тут ходил ветер 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 бог голос все язык проглотил да что то он уже не такой смелый да да бог голос 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 давай голос да все молодец молодец все все сейчас опять пометит твою ну все так он знаешь что стоит мне кажется сначала он тут метил полдня а то тратный новый пришел и полетил да все ты сдался? иди помечай обратно иди помечай иди помечай иди помечай все все на закате дня мы с вами прощаемся на фоне заката с вами был Солк Космос и Наташа Ульчка надо мне почему ты сама уже все так называешь все сытые, довольные умиротворенные идем домой да ставьте лайки, подписывайтесь на канал всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok